Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Добро пожаловать на мою кухню. У меня сегодня для вас очередной диетический рецепт. Замечательная закуска, оригинальная. Достаточно популярный рецепт в интернете. Я приготовлю его диетическую версию. Для этого блюда мне понадобятся баранки, молоко, мука и фарш. Я взял фарш индейки. Можно взять куриный фарш. Фарш из птицы легче усваивается организмом, нежели фарш из мяса, из говядины, уж тем более свинины. И фарш из птицы лучше подходит для диетического питания. Баранки я взял абсолютно обычные, не сладкие, без мака, без каких-либо добавок. Сначала нужно немного подогреть молоко. Я сделаю это в микроволновой печи. Заливаю баранки молоком. Теперь баранкам нужно дать постоять минут 10, чтобы они разбухли. Пусть вас не смущает, что молока достаточно много. Какую-то часть впитают в себя баранки, а остальное я использую для молочного соуса. Молоко я взял нежирное, 1,5%. Можно взять менее жирное. Это будет такой диетический вариант бешамеля, без сливочного масла, без мускатного ореха. Бешамель один из пяти базовых соусов, которые используются для приготовления огромного количества других соусов и других вариаций. Отставляю баранки в сторону. Через 5 минут их надо будет перевернуть, чтобы они равномерно впитали молоко. А пока займусь фаршем. Добавлю в фарш немного соли. А для аромата немного сушеного чеснока. Буквально четверть столовой ложки. Сухой чеснок не такой тяжелый, не такой ядреный, как свежий. Поэтому небольшое количество для аромата добавить можно. В качестве альтернативы можно добавить немного зелени, фарш, укроп или петрушку. Фарш из птицы можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Однако, если вы приобретаете фарш, смотрите внимательно на количество жиров в нем. Покупные фарши зачастую бывают и 20% жирности. Фарш могут добавлять кожу птицы, а она очень жирная. Поэтому, конечно же, если у вас недостаток времени, можно приобрести фарш в магазине. Но все-таки лучше приготовить его самостоятельно. Укладываю в форму для запекания пергамент. Для того, чтобы баранки не прилипали к форме для запекания, их нужно немного просушить. Для этого подойдут бумажные полотенца. А пока займусь молочным соусом. Сотельник ставлю на сильный огонь. Высыпаю в него муку. И, постоянно помешивая, слегка ее подсушу. Не сильно. Буквально в течение 2-3 минут. Мука не должна потемнеть. Затем добавляю молоко, в котором замачивались баранки. Уменьшаю огонь. И вот так помешиваю. До загустения. Молоко взяло на себя запах баранок. И пахнет отлично. Добавлю немного соли. Вот соус уже загустевает. Соус готов. Снимаю его с плиты. И теперь буду укладывать фарш в размокшие баранки. Скатываю из фарша небольшие шарики. И укладываю в центр баранки. Немного утрамбовываю. Потому что сверху буду поливать соусом. Все готово. Теперь выкладываю на каждую баранку молочный соус. Отправляю в разогретую духовку. И буду запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов. Пока фарш полностью не пропечется. В процессе приготовления одну баранку можно надрезать, разрезать пополам и посмотреть готовность фарша. Такое достаточно необычное блюдо. Баранки мягкие. То, что нужно. Отличное сочетание. Мягкие баранки, сочный фарш и великолепный молочный соус. Обращаю ваше внимание на то, поскольку баранки пропитаны молоком. Для того, чтобы они не пригорели, нужно использовать бумагу с силиконовым покрытием. А лучше использовать силиконовый коврик. По итогу получилась очень вкусная, необычная закуска. Этим рецептом с удовольствием с вами делюсь. Это блюдо подойдет не только для диетического питания. Это очень интересная закуска, которую можно поставить на праздничный стол и удивить своих гостей. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам крепкого здоровья и успехов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова